Who is Mr. Putin? Такой вопрос задавали американские журналисты в самом начале президентства Владимира Владимировича. Так вот, сегодня можно ли и нашли ли мы ответ на вопрос, кто такой, господин Путин? Ну, я позволю себе сказать, что в тот момент, где в 2000 году, когда этот вопрос был задан, журналистской, по-моему, из Los Angeles Times, я ее тогда лично знал, и в российской прессе, в том числе, началась такая длительная дискуссия, кто такой мистер Путин, знаем ли мы его, что мы о нем знаем, что мы о нем не знаем. Я написал статью в независимой газете, которая тогда была под моим руководством, где прямо ответил на этот вопрос, посчитав его абсурдным по содержанию и с очевидным ответом. Путин – это просвещенный русский националист. Но поскольку слово «националист» многих пугает… Да, у нас нехорошо его воспринимают. Да, особенно слово «русский», сочинение «русский», то есть, может быть, любым националистом, но только не русским. Почему-то это в России особенно популярно. У некоторых, в некоторых целях такой подход я пояснил. Он в такой же степени, такой же просвещенный русский националист, как всякий американский президент является американским националистом. То есть, национальные интересы России для него превыше всего. Ну, а остальные детали иногда очень существенны и в политике, потому что насколько он успешно, с моей точки зрения и с точки зрения других, справляется с этой ролью, насколько он адекватно понимает национальные интересы России, ну, тут об этом можем поговорить. А так это лучшая характеристика. Ну, когда Борис Николаевич Ельцин покинул свой кабинет, предоставив кресло главы государства Владимиру Путину. Многие говорили, что Путин принял страну нищей, с огромным разгулом коррупции, криминала. Вот удалось ли новому российскому президенту изменить это мнение? Вообще считаете, что страна была так уж бедственно-плоха, как они и говорят? Нет, это совершенно очевидно. И можно сравнивать по разным цифрам, по разным фактам, но, по-моему, и цифры не нужны. Нужно либо помнить о том, что было тогда, либо знать, что было тогда, чтобы понять, что к середине 99-го года Россия находилась ну, едва ли в несколько лучшем состоянии, чем Советский Союз перед своим распадом. Практически по всем показателям. Второе, что, вообще-то говоря, больше волновало Путина, чем, извините, Ельцина, чем какое-то состояние России. Недовольство властью, президентской, ельцинской властью было таково, что, собственно, Ельцин, подыскивая себе преемника, искал не того, кто сохранит Россию, искал того, на мой взгляд, кто не позволит отомстить самому Ельцину и представителям его семьи, и физической, и политической, за то, что до того было сделано. Ну, вот политическая инновация Путина, когда он появился на президентском кресле, для многих был воспринят как такой некоторый политический шок. Ну, в том числе, заявление Путина относительно гибели подлодки Курск, где ваш Курск, она утонула. Опять же, крылатые выражения «мочить сортирах». Вот, как вы рассматриваете такое поведение, вот этот вот свежий ветер в политике, он необходим был? Знаете, я отвечаю на этот вопрос. Вообще, это все интересные штрихи, просто должен сказать для аудитории. Значит, первое, я выступал за третий срок президента Путина. Уже к тому моменту было ясно, что Путин самый успешный официальный лидер нашей страны всех последних десятилетий. И это успехи ненадуманные. Второе, он действительно сохранил Россию от распада. И Россию как страну, и Россию как государство, потому что власть просто валилась в буквальном смысле слова. Дальше повезло там ему с ценами на нефть. Ну, то есть повезло, конечно. Но безданные политики могут при любых ценах проиграть все. Другое дело, не все, что он должен, на мой взгляд, и мог бы сделать, он сделал. Но тут нужно уже учитывать и конкретные обстоятельства, связанные с тем, что в обыденном представлении, и часто в спекулятивном представлении, даже политических экспертов, человек, который сидит в Кремле, тем более при такой конституции, просто пропрезидентской, суперпрезидентской республике, и при традициях российского политического управления, он вроде бы может все. Вот это глубокое заблуждение. Президент в России, не только в России, но и в России в частности, может не все, а в каком-то смысле его власть заканчивается там, где заканчивается его физическое тело. он не может сделать то, что не хочет бюрократический аппарат и правящий класс. Он может пытаться перебороть это удачно, неудачно, целеустремленно или не очень. Но ни один человек, даже Сталин в период расцвета своего могущества, не всегда мог перебороть интересы правящего на тот момент класса. То же самое и сегодня касается и Путина, любого другого. Относительно его брутальных интересных выражений «мочить сортире», например, я утверждаю, то всему эту реплику, эту фразу ставят в упрек. А я, во-первых, не могу поставить ее в упрек, наоборот, это абсолютно правильное к месту вовремя и правильным тоном, и даже с правильным подбором слов, хотя я сторонник несколько иной публичной речи произнесенные фразы, потому что все, особенно недоброжелатели, запомнили сортир, и мочить вот это выражение, в общем-то, почти уголовное, но достаточно вспомнить, почему он сказал, он эту фразу произнес в ответ на вопрос, ему был задан вопрос относительно того, значит, вот как может вестись, какими методами, какими средствами этой военной кампании, на что вообще готовы федеральные силы, ведя эту кампанию, и он сказал, речь идет о целостности России, и тот, кто покушается на целостность России, а это как раз те люди, против которых мы сейчас воюем, не должны рассчитывать ни на что другое, что мы будем всюду их ловить, если поймаем в сортире, то будем и там мочить, этот вопрос не обсуждается, это вопрос сохранения страны, если бы она была произнесена в ветереватую, что мы готовы пойти на любые жертвы для того, чтобы сохранить целостность России, красиво, по сути правильно, но слишком длинно, поэтому остальные его путинизмы, маризмы, или наоборот, то есть плохие слова такие, французское выражение, или наоборот, бомо, то есть хорошие, удачные слова, их можно по-разному оценивать, но как правило, они очень точно раскрывают суть психологии политика, его политических устемлений, другое дело, что за этими словами не всегда следуют адекватные дела и особенно эффект соответствующий, а так по словам он всегда выражался в принципе правильно, и второе, что я хотел бы здесь сказать, как только Путин получил власть, это было конечно для него неожиданно, особенно он это и не скрывал, он сразу свалил на себя весь груз предшествующей политики, неудачной, провальной ельцинской политики, ну и не только ельцинской и Горбачевской до того, это первое, и второе, весь груз обязательств, которые он получил автоматически согласившись на это предложение Ельцина, под грузом обязательств, в частности был он перед тем, что он как известно не мог уволить председателя правительства, а Ельцин сказал, что это будет Касьянов, и Касьянов был председателем правительства 4 года, и Путин отправил его в отставку за 2 недели до своих вторых президентских выборов, это не потому, что ему политика Касьянова нравилась, он просто не мог его снять, он обещал Ельцину не снимать Касьянова, но с другой стороны, естественно, он получил некий карблан, шуфленный с фейси, поменял силовиков, и был очередший круг людей, которых нельзя трогать, Касьянов был один из них, но в частности и некоторые так называемые олигархи, ну там возможно был список, то есть там возможно было в целом корпорацию олигархов не трогать, одного, двух, трех можешь дистанцировать, как тогда говорили, и Путин совершенно грамотно политически, его политика есть тоже наука, в первую очередь отсек кого? Тех, кто тогда управлял медийным полем страны и мог любую политическую фигуру превратить с помощью телевидения в ничтожную и любую ничтожную возвысить до гигантской, поэтому первым пострадали от политики, кадровой политики Путина, как известно, Гусинский и Березовский, потому что в их руках был контроль над всем федеральным телеэфером за малым исключением тогдашней страны. Хотя Березовский способствовал приходу Путина к власти, но уже Путин к тому времени понимал, что в первую очередь нужно избавляться тех, кто в ответ на свои услуги потребует потом максимальной отдачи, что и произошло. Что касается Курска, я внимательно тогда следил за этой историей, внимательно читал, слушал все, что Путин говорил, что он по этому поводу писал, как он отвечал, в том числе и в этом знаменитом интервью Ларе Кингу, где он сказал, что она утонула. Вот я и тогда мы опубликовали, я опубликовал внизу в Семьгазете большой, гигантский доклад одного покойного уже специалиста, в котором рассматривалось как самая вероятная версия гибели Курска это столкновение или даже таран одной иностранной подводной лодкой. Абсолютных доказательств нет, но вот я до сих пор считаю, что это самая вероятная версия. Итак, политик возникший из ниоткуда, то есть он до того не был политиком такого масштаба, получает в управление гигантскую страну с ядерным оружием со всем остальным, но есть на земном шаре и другие. На тот момент даже более мощные политические, экономические, военные в смысле державы. и он не может делать то, что он хочет, он не может сказать всю правду, он не может даже намекнуть на нее. Поэтому может быть можно было найти более убедительные слова, ответ на этот вопрос Ларри Кинга, чем она утонула. Но я исхожу из того, это политический анализ, а не желание Мари Личи, что большего он не мог на тот момент сказать. А что касается более подробных его комментариев на сей счет, когда он полетел туда наконец на север и встречался с родственниками погибших, семьями, у него такая одна фраза прозвучала, когда один утлек, второй и все понятно, это люди, у которых погибли их мужья, отцы, у него вырвалась такая фраза, ну не могу же я отвечать за то, что было сделано до меня. Ни следствие появления Путина во главе России, ни следствие политики Путина, ни следствие военно-технической политики Путина, к тому времени это ничего не развернулось, была гибель Курска, это все было подготовлено всеми предшествующими десятилетиями, развала, анархия, бездарного государственного управления, разграбления страны, в том числе вооруженных сил, и вот это у него вырвалось, это при том, что он взял на себя моральное обязательство не критиковать предшественника, то есть Ельцина, и его, на мой взгляд, даже слишком хорошо соблюдал, так что вот, ну просто нужно можно любить Путина, можно не любить Путина, я к нему к политику как политику отношусь с уважением, с уважением, с уважением, Продолжение следует...